Здравствуйте, уважаемые друзья! Недавно мы с вами изготавливали вот такую приманку, нимфочку, которая напоминает чем-то ручейника. Я говорил, что вам скажу, как она себя ведет сейчас на рыбалке. Так вот, учитывая вот такую ее конфигурацию, она свои надежды оправдала согласно моего фильма. К сожалению, в стоячей воде опробовать ее не удалось. Но я сейчас изготовлю аналогичную приманку, но несколько в другом исполнении, цветовом, которая уже проверенная, работает в стоячей воде. Принцип изготовления будет почти тот же, с небольшими изменениями. Мы взяли ключок, как обычно, граб-шримп, огрузили его свинцом, и я одел белую головку, это точеная латунь, и окрашена в белый цвет. Учитывая то, что я ее изготавливаю конкретно под рыбалку карасем, на карася, то уже мною замечено, и многими моими друзьями, что больше всего поимок карася идет на белый вот такой вот цвет. Нить мы используем любую, здесь уже не имеет большого значения, так, чтобы подходило по величине вашего крючка. В качестве сегментации я буду использовать вот такой обыкновенный люрекс, который продается в галантерейных магазинах. Но нам необходимо с вами вначале закрепить тот пленочку, которую мы будем выполнять с вами чехлик. Значит, у меня, я уже неоднократно изготавливал и показывал, имеется вот такая пленка, то есть ее будет мне вполне достаточно по ширине. Если по каким-либо причинам, вот у вас имеется уже, ее тоже можно использовать. Поэтому здесь не столь принципиально, главное, чтобы спинка у нас была достаточно блестящей. Также закрепим ее здесь у загиба, следим за тем, чтобы наша пленочка находилась строго сверху. Пленка, скажу сразу, сама по себе такая ломкая, ломкая, поэтому с ней необходимо обращаться очень аккуратно. Закрепили, проверили, как она у нас будет на изгиб. Достаточно меня устраивает. И здесь теперь уже крепим все элементы, как я и говорил. Закрепим кусочек люрекса. И нам потребуется еще с вами небольшой кусочек лески, для того, чтобы мы потом сверху просегментировали наш чехлик. Обычно я использую обыкновенную леску, которая вот подавалась раньше в наборах. Я для удобства ее отмотал себе на вот такой челночок. И использую сколько мне необходимо. Толщина ее где-то до 0,1. Поэтому выберите себе сами, какая вам толщина больше будет подходить. И крепим ее здесь. Типичное изготовление, как обычно, чешской нимфы. Ну, а теперь подровняем все наше тело, чтобы не было бугорков и не просвечивался у нас свинец. Приблизительно до уровня формирования грудки. Там уже не столь принципиально. И нашу нить мы теперь отводим опять к загибу. Я ставлю в удобное положение крючок. Нам понадобится с вами теперь даббинг. Значит, я вам буду показывать то, из чего изготавливать буду я. А вы и буду говорить, чем можно заменить. Вот у меня имеется вот такой фосфорного цвета, как вы видите. Хороший вот такой даббинг фирмы Hens. Он ближе к фосфорному. И в качестве, как всегда я вам показывал, вот такой даббинг будем изготавливать грудку. Еще нам понадобится с вами парочка перышек, для того, чтобы мы могли обозначить задатки крыльев. Промажем вакса или клеем. И совсем немножко, так как учитывая то, что тело у нас уже и так достаточно имеет объем, совсем немножко легкими касаниями на нить наносим даббинг. Так, чтобы длина нити, для удобства я обычно делаю 5-8 сантиметров, а потом, как у меня уже будет получаться, я лучше добавлю. Разровняли, подровняли, и я прокручиваю сразу вот так мою нить, формируя даббинговую нить. Как вы видите, вот такая получается даббинговая нить. И теперь аккуратненько от самого загиба движемся к грудке. Следим за тем, чтобы пропорция нашего тела соответствовала действительности. Вот у меня хватило ровно до середины, еще немножечко добавим. Я, как обычно, или ваксой, или клеем, и добавим еще немножко. Для охариуса вот эта расцветка и такой вот цвет тоже уже проверен неоднократно. можно сразу вязать смело в желтых тонах, в оливке светлом. Для хариуса проверенная рыбка. Хариус, ленок. Дошли до места формирования нашей грудки. Совсем немножечко еще добавим. Вот так будет достаточно. И теперь нам необходимо просегментировать нашим люрексом зеленым наше с вами тело. Шаг и, допустим, ширину, как вы сами захотите, пять, семь, восемь виточков. Так, чтобы это ближе было к натуральной сегментации нашего насекомого. Вот так приблизительно будет достаточно. Закрепим здесь наш люрекс и остатки удаляем. Совсем-совсем немножечко добавим с вами клей и окончательно закрепим материалы. Закрепили материал и теперь очень аккуратно для того, чтобы не повредилась наша пленка, так как я уже говорил, она имеет хрупкую основу. переламываем и закрепим ее там, где будем формировать грудку. Парочку-тройку оборотов будет вполне достаточно. На место крепления сразу капнем капельку клея и остатки мы отрежем. Вот так. Теперь аккуратно ставим крючок в удобное положение и просегментируем тело леской. Я взял вот такой перманентный фломастер и слегка подкрасил чехлик зеленым цветом. Теперь нам с вами необходимо обозначить крылышки. Но можно делать как у ручейника, можно не делать. То есть я в данном варианте, так как это у нас упрощенный вариант и локчая мушка, мы этого делать с вами не будем. Значит, теперь мы должны с вами изготовить имитацию лапок и в то же время грудки. Нам сейчас понадобится черный даббинг. Мы его возьмем совсем немножко, но так, чтобы хватило, учитывая то, что уже у нас здесь намутан свинец, чтобы не вышло большое жабо. Берем маленькими порциями и наносим на нить. Грудка должна быть немножко толще нашего основного тела. вот мы слегка обозначили, еще промажем нашим клеем и добавим еще. Сделали завершающий узел и вот такая вот личиночка, которая чем-то должна напоминать нашего ручейника, готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...